Доброе утро, любимые Весенние Ульяновс! Доброе утро, весь 73-й регион! Сегодня среда, 23 марта. И я предлагаю посмотреть, чем же этот день отметился в истории. Итак, в 1876 году русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку. 23 марта 1891 впервые использована сетка на футбольных воротах. Произошло это в Англии в матче между футболистами сборной Севера и Юга страны. На 1983 году был запущен Астрон, советский космический ультрафиолетовый телескоп. И в продолжении темы космоса, в 2001 году в южной части Тихого океана, вблизи островов Фиджи, была затоплена орбитальная станция «Мир». Жизнь на станции закипела с 13 марта 1986 года, а последний космонавт покинул ее 16 июня 2000 года. На орбите Земли станция провела 5511 дней, из которых 4594 дня она была обитаема. За это время космическая станция совершила 86331 оборот вокруг планеты. За время ее существования было проведено более 23 тысяч экспериментов, поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе Валерием Поляковым и Шеном Лусид. На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. В открытый космос вышли 29 космонавтов и 6 астронавтов. Были произведены первые эксперименты над растениями. Кстати, очень хорошие опыты над растениями проводят наши партнеры. Да, салон «Цветы и штучки» постоянно нас удивляет чудесными композициями. Вот теперь, я считаю, можно и начинать. Можно. Этим утром для вас работаем мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. Стартуем. Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики, энергичные и зажигательные ведущие, интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Утро начнем с небольшой статистики. За 10 лет количество ульяновцев, регулярно занимающихся спортом, выросло в 2,5 раза. По итогам 2021 года доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся спортом, достигла 49 с лишним процентов. Это выше уровня 2020 года на 7681 человека. Численность людей, ведущих физически активную жизнь – 558 тысяч человек, из которых 77 тысяч – сельские жители. По сравнению с 2011 годом, доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, возросла в 2 с лишним раза. Численность жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась на 300 тысяч. Только в прошлом году на развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области выделили больше 3 миллиардов рублей. Послаю вам министра спорта Рамиля Егорова. Основные направления работы были определены, исходя из указов президента России Владимира Путина. Ключевым направлением работы стала популяризация физического развития и спорта. А тему здорового образа жизни, но уже без цифр и отчетов, продолжим в нашей рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Надеюсь, ваши выходные прошли замечательно. Ну а сегодня понедельник, и мы идем в новую неделю с новой зарядкой. Сегодня мы с вами сделаем классное упражнение на баланс. Оно довольно веселое и вызывает много эмоций. Рекомендую его делать таким образом. Вы закрываете глаза сразу же, как только услышали мою команду. Мы поднимаемся с вами на носочки, вытягиваем макушку наверх, затылок чуть отправляем назад, мизинчики тянем наверх. И буквально начинаем тянуться так высоко, как можем. Глаза закрыты, и будем дышать носом, живот надувать, выдох ртом, живот сдувать. Таким образом мы будем находиться в этом положении 10 дыхательных циклов. Наблюдайте за тем, насколько вы будете ровно стоять или начнете танцевать на своем коврике или месте для занятий. Давайте начинать. Поднимаем руки наверх, встаем на носочки и закрываем глаза. Вдох носом, живот надулся. Выдох ртом, живот сдуваем. Третий раз вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. Баланс найти после выходных непросто, но мы с вами сможем. Выдох. Еще вдох. Тянитесь как можно выше, старайтесь ни за что не держаться. Почувствуйте свои кроножные мышцы, ведь именно там находится любовь к жизни. Вдох, надули живот. Выдох, живот сдуваем. Еще два раза. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. И выдох ртом. Опускаемся вниз. Как только пятки коснулись пола, открывайте глаза. Я вам желаю здоровья и хорошей рабочей недели. А теперь немного новостей из мира технологий и социальных сетей. В России готовится к запуску аналога Инстаграм Росграм. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Так, например, сообщается, что Росграм будет запущен 28 марта 2022 года с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Создатели также отмечают, что в новой соцсети будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальные программы и также другие. Да, первыми соцсети начнут покорять топовые блогеры и партнеры, для которых Росграм откроется чуточку раньше, так сказать, для тестирования. Но после них и после того, как сеть будет окончательно отстроена, откроется она и для обычных пользователей. Предположительная дата старта – апрель этого года. Подробнее об этом и многом другом можно прочитать в «Российской газете». Обзор, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. В эфире обзор «Российской газеты». Меры времени. Правительство готовит новый пакет законов о поддержке граждан и бизнеса. Скручивая счетчик. В регионах начал дешеветь бензин на АЗС. Затраты на списание. В России запущен сервис биржи импортозамещения. Малахит встает на рельсы. На Урале показали новый электровоз российской сборки. Шевелят булками, что может прийти на смену иностранным сетям быстрого питания. В кабинете министров работают над третьим пакетом мер против санкций, введенных в отношении России. Так утвержден перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их число включены сельское хозяйство, наука, здравоохранение, общественное питание, гостиничный бизнес и многое другое. Всего более 70 видов деятельности. Также готовятся решения по поддержке системообразующих предприятий. Разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам 10%. Также правительством Российской Федерации разработан проект постановления о мерах поддержки предприятий, в том числе организации транспортного комплекса. Он предполагает финансирование в размере более полутора триллионов рублей на 60 месяцев. Цены на бензин в российских регионах начали снижаться. Так, например, на Ямале топливо подешевело на рубль. Бензин 92 марки теперь стоит 46 рублей. Еще большее снижение цен сразу на пару рублей зафиксировано в Иркутской области. В Приморском крае ценники обновили пока только владельцы тех АЗС, которые принадлежат независимым сетям. За ценами на топливо внимательно следят и в правительстве, рассказал вице-премьер Александр Новак. Правительство уделяет большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать, то есть уменьшать эти колебания и таким образом удерживать цены. В России запущен новый сервис биржи импортозамещения. Причиной стало значительное повышение спроса на отечественную промышленную продукцию, сообщили в Минпромторге. С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих. А поставщики направляют свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Сервис реализован на электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе государственной информационной системы промышленности, которая сейчас насчитывает более 14 тысяч пользователей промышленных предприятий. Основными преимуществами являются наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, а также возможность проверки поставщиков и продукции на соответствие требованиям заказчика. Первый образец грузового электровоза нового поколения выехал из цеха предприятия «Уральские локомотивы». Машина называется «Малахит». Этот камень – символ здешних мест, известный во всем мире под сказом Бажова. Теперь «Малахит» может стать базовой платформой для линейки электровозов с разными характеристиками и назначением. «Локомотив» полностью разработан и изготовлен в России, почти 100% комплектующих отечественные. Его главная гордость – уникальный двигатель, который вдвое сильнее предыдущих моделей и позволяет тянуть грузовые поезда общим весом до 7 тысяч тонн. То есть ему по силам 70-вагонный состав. При этом сама машина более легкая и надежная в использовании. Российские сети общественного питания за год могут заместить около 250 столичных ресторанов зарубежных брендов. Об этом заявил мэр Москвы. Сергей Собянин пообещал выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование. В свою очередь крупный российский агрохолдинг уже сообщил о намерении до конца 2022 года открыть 15 новых бурдерных в Москве, Московской области и Брянске. Эксперты опрошенной газеты также отмечают, что никаких секретных ингредиентов в меню американских сетей быстрого питания нет. Котлеты, булки, салаты и другие составляющие для гамбургеров свободно продаются на рынке. Во многих соседних ресторанах и сейчас можно купить похожие блюда. Российские заведения общественного питания всегда приспосабливались к разным условиям. Рестораны работали и в послереволюционное время, и в 90-е годы прошлого века. Сумеют перестроиться и сейчас. Это был обзор российской газеты. Этим утром хочется немного напомнить об изменениях в транспортной сети Ульяновска. Так, например, вчера, 22 марта, изменился автобусный маршрут номер 67, связывающий северную часть города и конкретно Ульяновский государственный технический университет с поселком Карамзина и Садовым товариществом Парус. Маршрут стал длиннее, теперь конечная 67-х обосновалась на улице Ульяны Громовой. Сделано это не просто так. Изменения опираются на потребности пассажиров, отраженные в проведенном социологическом опросе. Да, другое нововведение коснулось маршрутов, проходящих через Верхнюю террасу в Заволжском районе города. Так, с 1 апреля в целях повышения транспортного охвата населения микрорайона Верхняя терраса вносятся изменения в маршрут номер 10 УАЗ-проспект Дружбы народов, которые вместо улиц Оренбургская и Брецкая будут следовать по врачам Михайловым. По многочисленным обращениям жителей автобусы маршрута номер 46, проспект Дружбы народов, улица Отрадная также с 1 апреля вместо улицы Жуковского будут идти через улицу Димитрово, на которой располагается множество социально значимых объектов. Так что держите руки на пульсе и вовремя продумывайте свой маршрут с учетом возникающих изменений. А пока рубрика о главном продолжит утренний эфир. География, химия или русский язык. Для участников конкурса «Учитель года 2022» профиль не важен. Главное – безоговорочная любовь к своему делу и детям. Желание учить и учиться, постоянно повышать свои знания и навыки. 22 педагога из разных муниципалитетов области. Впереди у них несколько конкурсных дней, наполненных мастер-классами, лекциями и испытаниями. Первая – визитка. Учителя рассказали о себе и своей работе коллегам и членам жюри. Я радуюсь, когда вижу и слышу новые решения проблемы, новую позицию автором которой является сам ученик. Стараюсь расцветь способности таланта и его урочные деятельности. От новичков до опытных конкурсантов. Первый раз Гулия Камильевна приняла участие в «Учителе года» еще в прошлом веке, в далеком 1998 году. Дальше, больше – 2002, 2012 и вот теперь 2022 год для учителя – новый шанс продемонстрировать свой багаж педагогических знаний. Все меняется. Меняется очень сильно. Я вообще люблю конкурсы, потому что конкурсы держат в тонусе. Обогащаешь свой опыт, делишься своим опытом. Интересно. Новые знакомства, новые люди. И движение вперед. После вступления на таких мероприятиях учитель начинает находиться в постоянном педагогическом поиске. Всегда он ищет новое, что-то необычное для того, чтобы развивать наших детей, воспитать наших детей. За 30-летнюю историю проведения «Учителя года» преподаватели ИЗО принимали участие в нем нечасто. Татьяна Викторовна на конкурсе впервые. Своим секретом преподавания делится охотно. Любым предметом можно заинтересовать одним единственным способом. Надо самой жить этим предметом. Я не могу сказать, что я художник. У меня нет статуса, что я в союз художников вхожу. Но было бы хорошо. Мечта. Все как в обычный рабочий день. Урок, классный час и мастер-класс. Конкурсные задания проходят в форме, знакомой каждому учителю, но под строгим наблюдением жюри. В прошлом году было введено новшество в федеральном положении. Это новое конкурсное испытание, пресс-конференция «Вопрос учителю года», когда пятерка финалистов отвечает на вопросы, связанные не только со своей профессиональной деятельностью, но и на какие-то вопросы от общественности, от детской общественности, от родительской общественности и какие-то вопросы общечеловеческие, так сказать. На плечи победителя регионального этапа ляжет ответственная миссия представлять Ульяновскую область на всероссийском конкурсе, который традиционно пройдет осенью этого года. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». В управлении архитектуры администрации Ульяновска сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Силовики изъяли принятый незаконно документ, где прописан генплан села Лаишевки, одобренный в городской думе. Вопрос, который заинтересовал сотрудников силовых структур, передача земель в районе села Лаишевка под жилищное строительство. В настоящее время ведется расследование. Администрация города Ульяновска порицает любые формы проявления коррупции и оказывает всемирное содействие сотрудникам следственных органов в проведении расследования. Подробности не раскрывает ни администрация, ни следственный комитет, ссылаясь на проводимое расследование и проверки. При этом, по официальным данным, уголовное дело пока не заведено. По догадкам некоторых ульяновских СМИ, предполагаемым главным фигурантом скандала является ульяновский бизнесмен, владелец компании «Новые агротехнологии» Геннадий Соловьев, который получил в аренду более 13 миллионов квадратных метров в 2004 году на 15 лет. Позже он выкупил территорию за выгодную цену. В настоящее время якобы хотел получить еще часть земли по привлекательной стоимости. Официального подтверждения этой информации нет, а поэтому история остается открытой. Пока Запад продолжает вводить против России новые санкции, федеральное правительство делает все возможное, чтобы минимизировать их влияние на население. Для снижения напряженности на рынке труда ульяновской области выделено более 252 миллионов рублей из федеральной казны. 192 миллиона 700 тысяч пойдут на создание рабочих мест для оказавшихся под угрозой увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. Еще более 59 миллионов рублей будут направлены на компенсации промышленным предприятиям при реализации программ профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения. Нами разработана маршрутизация сотрудников на другие предприятия региона в случае наличия рисков увольнения на постоянном месте работы. Формат маршрутизации включает в себя три этапа. Это скрининг, прямой переток и трансформация трудовых ресурсов. Не останавливается работа и по другим значимым для региона направлениям. Продолжается исполнение нацпроекта здравоохранения. Завершение строительства детского инфекционного корпуса, цифровизация всей системы и ввод новых объектов. Выполнению намеченного экономические неурядицы не помешают. Мы планируем построить шесть фактов, закупить 13 единиц автомобильного транспорта и провести ремонт восьми учреждений здравоохранения. Также в рамках реализации нашего проекта мы планируем докомплектовать оборудованием Барышевского района и Болицы, сосудистый центр и сделать еще один сосудистый центр в Новоспасской, организовать новый сосудистый центр на базе Новоспасской районной Болицы. Есть подвижки в исполнении долгосрочных планов. В июне Алексей Русских обратился к председателю правительства России Михаила Мишустину с просьбой поддержать проведение противооползневых мероприятий на Волжском склоне Ульяновска. Общая протяженность критической территории – 17 километров береговой линии. Принято решение о поддержке предложения о выполнении и разработке проектно-сметной документации на первые три километра территории склона города Ульяновска. На сегодняшний день разработано техническое задание. По-прежнему в регионе стоит вопрос с наличием на прилавках магазинов сахара и других продуктов повышенного спроса. Цены растут, но увеличение поставок, по мнению профильного министра, должно снять напряженность. До повышенного спроса в торговой сети еженедельно отгружалось порядка 30 тонн сахара. Сегодня буквально мы фиксируем, за предыдущую неделю в торговой сети отгружено 500 тонн сахара. То есть это где-то порядка в 17 раз больше по сравнению с периодом до повышенного спроса. Сахар будут продавать и на традиционных продовольственных ярмарках. Цена фиксированная – 70 рублей, но не более 5 килограммов в одни руки. Всего планируется завести 50 тонн, чтобы удовлетворить потребность в этом товаре как можно большего количества желающих. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Глобальные процессы и наша жизнь. Изменения, которые нас ждут, меры, которые принимаем, чтобы устоять под натиском экономического давления. Говорим о событиях в регионе. Ответы на самые злободневные вопросы из уст первых лиц. Прямая линия с губернатором и членами регионального правительства. В субботу, 26 марта в 18.00 на ОТР и репортере 73. Не пропустите. Звоните в редакцию по будням с 10 до 17.00. И задавайте свои вопросы. Пользуйтесь социальными сетями. Ищите группы репортера 73 во Вконтакте, Одноклассниках, Ютубе, Яндекс.Дзене. Оставляйте вопросы там, а также на сайте репортер73.тв. Главное прислушаться к себе. Бережное отношение к здоровью позволило Вере Панчевой избежать печальных последствий. В 2019 году обратилась к кардиологу. Прошла обследование как платное, так и льготное. Выяснилось, что один из сердечных сосудов забит на 75%. Выписали лекарства стоимостью 13 тысяч рублей. После перенесенного ковида препаратов понадобилось еще больше, все таких же дорогих. Вирус ударил по больному и сейчас сердцу еще больше внимания. При этом и со стороны здравоохранения. В региональном правительстве решили сэкономить деньги ульяновцев, выдавая сердечникам бесплатные лекарства. Я живу за счет этого, потому что мне просто это необходимо, нужно пить целый год. Лекарства стоят очень дорого. Пенсия, я не работаю. Раз в три месяца на протяжении двух лет люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают необходимые лекарства. С начала ковидного 2020 года было принято решение ввести такую поддержку. Пользуются ею десятки жителей Ульяновской области, учитывая, что получить препараты просто. Пройти обследование, проконсультироваться у лечащего врача-кардиолога и взять рецепт. Смертность от болезни системы кровообращения у нас на первом месте среди всех причин летальных исходов. И поэтому, конечно, есть целые программы по снижению смертности от сердечных заболеваний. Министерством здравоохранения Ульяновской области было закуплено и передано на склад Ульяновской государственной аптеки медикаментов на сумму более 230 миллионов рублей. В том числе в 2021 году на сумму более 123 миллионов рублей. В программе участвуют все 38 учреждений, на базе которых работает государственная аптека. В ней выдают все необходимые препараты для сердечников. Всего 23 наименования лекарств. Сначала пациент мог рассчитывать на бесплатные лекарства в течение года после поставленного диагноза. Теперь на протяжении двух лет человек может приходить в социальную аптеку и получать нужные препараты. Хрупкий человеческий мотор нуждается в особом внимании и позаботиться о его бесперебойной работе нужно вовремя. Тем более, что в региональных поликлиниках готовы прислушиваться и к жалобам пациентов, и к биению сердца. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Судьи готовы? Команда готова? Команда готова. Дается старт очередному забегу. На старт, внимание, сигнальный выстрел стартера и спасатели мчатся выручать водителя, автомобиль которого попал в ДТП. Пострадавших у нас было двое человек. Непосредственно ДТП у нас было с возгоранием автомобиля. Пострадавшие по прибытию первого пожароспасательного подразделения были в сознании. Непосредственно были травмы. С данной задачей пожароспасательные подразделения справились. Плюс ситуация усложняется травмой. Одного из пассажиров зажало рулевой колонкой перелом левого предплечья. То есть действовать нужно максимально осторожно, но быстро, чтобы и человека спасти, и при этом не нанести еще больше повреждений. В экстренных ситуациях нет времени думать. Нужно действовать. В считанные минуты спасатели зафиксировали и обесточили автомобиль, разблокировали двери, разрезали опоры и сняли крышу. Дальше оказание первой медицинской помощи и передачи пострадавшего медика. Но на этом спецоперация не заканчивается. Предстоит ликвидировать условное возгорание автомобиля. Работают как на пидстопе, а может быстрее. Но скорость не равно спешка. Судейская комиссия строго фиксирует правильность выполнения участниками всех действий. Внимание уделяется на правильность выполнения алгоритма, непосредственно как выполняется работа. Соответственно, при нарушениях данных алгоритмов у нас засчитывались штрафные баллы. За право быть лучшими, самыми быстрыми и эффективными состязали 7 команд пожарно-спасательных частей Ульяновской области. Победили Димитровградцы. По итогам проведенных соревнований лучшей командой, лучшая команда, занятое первое место, это пятая пожарно-спасательная часть третьего пожарно-спасательного отряда. Которым на все этапы соревнований потребовалось не больше 18 минут. Павел Патриков, репортер 73. Вкладываешь душу в каждую работу, не просто подмалевок такой, как сказать, а рисуешь от души, хочешь, чтобы тебя поняли. Олег Булатов, если чем теперь злоупотребляет, то исключительно творчеством. С бумагой, красками и кистью дружен с детства. Закончил художественную школу, а затем профильное училище. Отслужив в армии, устроился в среднюю общеобразовательную, преподавателем рисования и черчения. Затем создавал визуал в рекламном агентстве. С приходом компьютерной эры пришел к выводу, он не современных дел мастер. Как следствие, многолетний кризис и пагубные нетворческие пристрастия. Не единожды все заканчивалось длительным лечением здесь, в Ульяновской наркобольнице. Я понимаю, что человек нетрезвый, он ведет себя как-то по-особенному. Но я их люблю просто по факту бытия. Они все самобытные, они талантливые. Я говорю, Олег, ты хорошо рисуешь, у тебя подписывает он очень интересно, у него почерк красивый. Я говорю, Олеша, давайте сделаем. Мы вот купили на грантовские деньги вот альбом и вот начали делать, чтобы память была. И когда приходят новые ребята к нам, мы им показываем. Посещение картинной галереи. Да, это вот классическая галерея. Доказывали автобус ездить туда, интересно. Понравилось ребятам. Даже кто ни разу не был вообще, конечно, интересным. Музей, прислонихи. В коллекции много таких самодельных журналов. Да и стены отделения реабилитации не пустуют. А гид-плакаты, информационные материалы и поздравительные открытки – все создано руками и воображением Олега Булатова. А буквально на днях он заявил на областной конкурс «Музыкальный венец» пару авторских логотипов. Ждет результатов. По выходным у нас приходит профессиональный художник Максим Павлович. Мы занимаемся. И многие даже с интересом ходят, даже не умея рисовать. И ходят с нами вместе за компанией. Мы там рисуем коллективно. Стойкой творческой ремиссии способствует насыщенная духовная и культурная программа реабилитации. С 2015 года в больнице существуют паломнические проекты. За семь лет пациенты и медики посетили более 30 монастырей. А на территории лечебного учреждения выстроили собственную обитель. Олег и товарищи участвовали в возведении храма на территории Ульяновской наркологической больницы. Они принимали тяжелые фуры и разгружали бревна и проводили другие самые трудоемкие операции. И как бы в награду за это им подарили по кирпичику за строительство храма. Ну и вообще, согласно преданию, считается, что те люди, которые так или иначе строили храм, тем людям могут проститься грехи. По ту сторону больничных стен Олега ждет двое взрослых сыновей и маленьких внуков. Есть кому передавать ремесло. Но прежде чем передавать, надо завязать окончательно и бесповоротно. У нас многие ребята увеличиваются, никогда больше сюда не приходят. Но мы общаемся. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Испечем пиццу. Мегастрой создаст дизайн кухни под ваши размеры, доставит и установит ее. Мегастрой. С нами все получится. Супер цены в светофоре. Кофе Якобс 200 грамм, 243,90. Колбаса вареная докторская, 142,90 за килограмм. Во всех магазинах светофор Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердаклот и Димитровграда. А чем вам нравится чистящая паста Альбачистоник? Легко и быстро очищает любые загрязнения. Не раздражает и не сушит кожу. Эффективно. Безопасно. Альбачистоник для рук. Чисто, быстро, безопасно. Выкуп автомобилей целых битых неисправных. 96-03-81. 96-03-81. Партнер прогноза погоды Ульяновский печной центр. По данным сайта Гесметио, 23 марта в Ульяновске переменная облачность. Температура воздуха по области ночью от минус 2 до плюс 2 градусов. Днем от минус 1 до плюс 3 градусов. В городе температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1. Днем 0, плюс 2. Ветер преимущественно западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров артутного столба. Уюта и тепла много не бывает. Ульяновский печной центр подтверждает и предлагает. Банные и отопительные печи, камины, дымоходы и комплектующие к ним. А также материалы для бани, сауны и различные аксессуары. Доставка и монтаж по желанию клиента. Печной центр по адресу улица Нариманово, 64-2. Звоните 92-73-92. Адрес сайта печнойцентр73.рф. В конце января в Ульяновске начались, и вот уже совсем недавно закончились, съемки детского киноальмонаха и в шутку, и всерьез. Всего за это время сняли 11 короткометражных фильмов, все роли в которых сыграли ульяновские ребята в возрасте от 9 до 17 лет. Юные актеры прошли воронку кастинга и несколько месяцев готовились к съемкам, оттачивая актерское мастерство и репетируя роли. В новых фильмах их создатели расскажут непридуманные истории про учебу, увлечение, первую влюбленность, дружбу, отношения со сверстниками и взрослыми. Школьные съемки прошли в интерьерах губернаторского инженерного лицея номер 102. Если кто-то пропустил, что же это за съемка, то напомним. Да, конечно. Проект реализуется Фондом развития детского кино сотворения при поддержке Фонда президентских грантов. Всего по нему в 2022 году будет создано 45 короткометражных фильмов в пяти регионах, причем часть из них будет снята с участием детей с ОВЗ и детей-сирот, находящихся на воспитании в приемных семьях. Да, съемки уже прошли в Калуге, а после Ульяновска продолжится в Казани, Самаре и Саратове. Сразу после монтажа фильмы начинают участие на кинофестивалях. Наши юные коллеги фильмы пока не снимают, а вот новостями делятся уже достаточно профессионально. В эфире рубрика «Новостята». Всем привет! В эфире «Новостята». Прекрасные вестники весны, творения природы, герои сказок, подснежники. Сложно представить пробуждение природы без их нежной красоты. О подснежниках, как о самых ранних цветах, существует очень много мифов и легенд. Первый рассказывается, что Ева сильно плакала из-за изгнания из рая. И тогда Бог решил превратить холодные ветра и колючие снежинки в цветки подснежника. Бедная девушка перестает плакать при виде милых растений. Вторая легенда говорит, что подснежники – это слезы всего человечества. Подснежник – многолетнее растение. Высота его не более 20 мм. Подснежник появляется первым после зимы в природе. Еще подснежник называют молочным цветком. С наступлением темноты цветок подснежника закрывается. И становится похожим на каплю молока. Подснежники растут с семейками возле деревьев и на лугах. Цветение подснежников длится 30 дней. Подснежники являются ценным весенним медоносным питанием для пчел. А вы знаете, что подснежник – растение ядовитое? Его листья и стебли могут вызвать аллергию. Но ученые применяют это вещество от разных болезней. Альтинова. Но ученые применяют это вещество от лечения Альцгеймера. А также в соке много сахара. Именно он помогает подснежнику пережить мартовские морозы. Цветок подснежника может быть от... Стоит... Цветок подснежника может стоить очень дорого. Так, в 2011 году на онлайн-аукционе цветок был продан за рекордную сумму. 725 фунтов стерлингов в рублях 35 тысяч. У многих народностей подснежник символирует защиту от порчи и сглаза. У многих народностей подснежник символизирует защиту от порчи и сглаза. Цветок, который растет возле дома, считается живым оберегом. А еще символизирует надежду и чистоту. Подснежники – родственники нарциссов. Факт. В мире учрежден целый день, посвященный подснежнику, который принято отмечать 19 апреля. Подснежник внесен в красную книгу. Срывать его цветы запрещено во всем мире. Именно поэтому этот цветок считается редким. Именно поэтому сегодня редко можно встретить, где этот удивительный цветок. Редактор субтитров А.Семкин За год в городе посадят тысячу деревьев и 3600 кустарников. Посадочный материал высотой от 2 до 2,5 метров уже подготовлен. Определились и с местами высадок. 40 видов декоративно-лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников планируют высадить в парке Дружбы народов. А также на улицах Гончарова, Луначарского, Локомотивной, Камышинской, Защитников Отечества, проспектах Ливанова, Маршала Устинова и других. Кроме этого планируют восстановить 8,5 тысяч квадратных метров газонов. К 9 мая в Ульяновске расцветет 105 тысяч тюльпанов, 12 сортов различной окраски и формы цветка, высаженных минувшей осенью на площади 2000 квадратных метров в особо значимых местах города. Всего же в весенний-летний период высадят около миллиона цветов. Весеннее преображение – это всегда красиво. А в нашей программе за красоту и оригинальность отвечает рубрика «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна и это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такое вот кашпо из мешковины. Для этого потребуется с вами торфяной горшочек и непосредственно сама мешковина. Нужно подготовить вам будет круг диаметром. Как правильно рассчитать диаметр? Мы с вами берем высоту вашего торфяного горшочка, складываем высоту нашего дна, еще раз высоту горшочка, и с каждой стороны прибавляем по 3 сантиметра. Таким образом у вас получится размер диаметра круга. Я заранее подготовила кусок ткани. Сейчас вырежу из него просто круг. Если мешковина у вас будет неплотная, как у меня, то вам нужно будет края вашего кусочка обработать клеем ПВА, чтобы в последующем они не махрились у вас. Далее все очень просто. Начинаем по периметру подклеивать нашу мешковину на клей. КОНЕЦ Чтобы у вас образовывались красивые складочки, делайте это не сразу по всему диаметру, а по очереди, по диагонали. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Вот такое кашпо у нас с вами получается в итоге. Можете использовать его для цветов. Я посадила весенний гиацинт. Также можно использовать как подставку под письменные принадлежности, кисти и прочее. Спасибо вам большое за внимание. Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Доброе утро. Мы продолжаем. Весна – это всегда праздник. Тем более не образно говорится. А в прямом смысле? В смысле этого слова, кстати. Я поздравляю тебя, Алена. Я тоже тебя поздравляю, Андрей. Спасибо большое, уважаемые соведущие. С праздником мы имеем в виду 25 марта. У нас сегодня День работника культуры. И мы не одни в этой студии. К большому счастью, у нас сегодня гости Корнилова Ольга Анатольевна и Корнилов Евгений Александрович. Заслуженные работники культуры Российской Федерации. Руководители ансамбля танца «Счастливое детство» и «21 век». Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, вот и вас спешим поздравить с этим замечательным днём. С профессиональным праздником. С профессиональным праздником. С Днём работника культуры. Как ваше настроение сегодня? Отлично. У нас всегда бодрое утро. У меня всегда хорошее. Я всегда с утра пою, поэтому... А сегодня вдвойне буду петь арии, наверное, с утра. И поднимаю всем настроение. Вообще вот работник культуры, в вашем понимании, с вашим опытом, со всевозможными званиями, это кто? Какой это человек? Да. Прежде всего, он светлый, очень трудоспособный, который может так организовать свою жизнь, что заниматься не только работой, потому что она во второй половине дня, но ещё немножко время уделять семье. Да, ну, во-первых, это творческие, универсальные люди. Они могут и петь, и танцевать, и жонглировать, и, в общем, что ни попросишь, мы можем делать всё. Ну вот об этих замечательных людях мы давайте речь продолжим нашу. На самом деле, не один праздник мы сегодня затронем, не только День работника культуры, но ещё и 50-летний юбилей, который отмечает Дворец Дружбы народов Губернаторский. Вас тоже с праздником, двойным праздником. Уж вы, как никто понимаете, знаете это учреждение, очень много лет, и очень много славных лет вы в нём. Вот расскажите, пожалуйста. Вот я начну с того, что было такое, какие чудеса света в Ульянской области. И вот каждый третий человек всё время называл Дворец профсоюзов. Это действительно был универсальный, уникальный дворец. Там занималось от мала до велика. И каких только там ни было коллективов. И оперная студия, и театральная. То есть, в общем, он был притяжением всех ульяновцев, вот не только ульяновцев, но и близлежащих муниципальных образований, притяжением Дворец культуры профсоюзов. Как корабль. Как корабль. Такой в центре города, большой, красивый, светлый. Всегда там свет был. Когда праздники, я хочу сказать, что это масса-масса народа. И, конечно, то, что он привлекал к себе много, а у нас в Ульяновске много, творческой молодёжи, студентов, детей и взрослые поколения. Ведь очень много было коллективов, где занимались дети, где занимались взрослые, уже в таком солидном возрасте. И семейные тоже были. Сейчас немножечко как бы это поутихло, так скажем. Но там мне что интересно, что руководители учреждений подбирали самых талантливых педагогов. Работали лучшие режиссёры, которые приезжали с Москвы в Ульяновск работать. Хореографы. То есть коллективы были на таком высочайшем уровне, что выезжали за границу. И много, особенно русский народный хор Дмитрия Олеговича Бахарева. Он и во Франции, и в Болгарии, и в Румынии. Где только ни было. И наш коллектив тоже. И наш коллектив, да. Мы вот в Рабке были, в Польше, на таком замечательном конкурсе, где, естественно, были лауреатами первыми. Мы были и в Чехии, и в Болгарии. То есть как бы тогда можно было позволить себе вести большой коллектив, 50-60 человек. И государство, наш дворец нам всё оплачивал. Ну вот, Ольга Анатольевна, Евгений Александрович, вы говорите, были. А на сегодняшний момент дворец вмещает в себя множество коллективов с государственным званием «Народный». Не менее профессиональные люди работают. Также огромное количество детей, людей. Но вот всё-таки вы знаете вот эту перемену, вот этот переход от советского в подсоветский период. Ну, очень здорово, да, начиналась даже так легендарно, можно сказать, была всесоюзная стройка, такая интернациональная стройка. А вот на теперешний момент дворец, он как? Он такой же уникальный, такой же универсальный. Очень много сегодня детей. Но осталось, как бы, как вот вам сказать, самые такие, ну, изюменькие коллективы уже работают. Тогда же было очень много. А в этом, ну, как бы, нашем, да, уже совершенно такие уникальные коллективы. Пусть меньше коллективов, но они уникальны. Они также есть. И они крупнее просто стали, да. То есть получилось, что у каждого практически коллектива есть, типа, как школы. Сначала маленькие дети, потом они школьники, а уже потом взрослые, как бы, это уже студенты, те, кто, так сказать, уже закончил работать, но все равно приходит и занимается здесь. Почему? Потому что я так думаю, что вот все-таки есть такое какое-то ощущение. Раньше не то, что было больше уникальных людей. Ну, может быть, лучше нас учили. Я не знаю. Почему? Потому что хотелось творить, быть всегда на работе и никогда не считаться несовременным делать, делать, делать и делать. Сейчас все-таки как-то вот этот вот такой порыв страстный, он поутих. Сейчас такая рутина. Конкурс, еще что-то, что-то. А раньше было больше праздника, что-то. Не, ну, вот традиция все равно осталась. Взрослые люди приходят, занимаются. Это даже не исключается. Мы говорим о самодеятельности. Да. Взрослые самодеятельности. Она также сохранилась. И есть у нас и взрослые коллективы, и детские коллективы, и новые открываются. Это со временем и продюсерский центр сейчас открылся. Да, да, да. Вот, поэтому много интересного. Но мы все равно, я для меня вот лучшие годы, это 80-е и 90-е. Потому что... Смотря на 90-е годы. Профсоюзы, профсоюзы выделяли столько денег. Коллективы были одеты, ну, лучше даже, чем вот профессиональные коллективы. Да, это было так, да, действительно. В 90-е, когда пошла уже перестройка, да, выделялись деньги, но уже не в таком количестве. Он уже стал государственным. Там уже поменялось название дворец молодежи и досуга. И как только нас не называли. Оно, как мы говорим, название меняется, люди остаются, и, в общем-то, работа... Дух, дух остается. Дух остается все равно. Это все равно, как ни крути, это дом. Это дом, куда хочется идти, утром встаешь, кофе выпил, и уже думаешь, ага, сейчас я вот приду, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И уходить... Вот мне никогда не хочется оттуда уходить. Ну, наивный вопрос. А как, как вы говорите, в этом доме большом, творческом, уживается столько талантливых взрослых людей, столько коллективов? Я бы хочу сказать, что вот это осталось как раз, вот, наверное, с самого начала. Дело в том, что всегда у нас нету такого духа соперничества, у нас есть дух дружбы. Мы действительно друг друга все любим, несмотря на то, что у нас там четыре танцевальных коллектива, да, вот. Но стараемся помогать, следим, кто что делает, где-то что-то надо, подсказываем. Но уж если надо что-то сделать большое, объединяемся. То есть никакой вот этой вот какой-то вражды или какого-то недовольства у нас во дворце нет. Не, ну потом, сегодня руководители сами уже расширяют то, что было в коммерческие структуры, забирали тогда. Сегодня отдается всем творческим коллективам. И Гойлинг, и Восточный экспресс сейчас готовят тоже для работы коллективов. Открывается также, значит, театральная будет этот самый кружок. То есть есть возможность сегодня еще больше привлекать. Больше расширять. Больше расширять, да. А сейчас это и надо, потому что это очень актуально. Потому что если посмотреть даже с учетом нашего времени, сколько мы здесь в городе, наверное, 45 лет, да, работаем уже, что в принципе, если ребенок с малолетства пришел и занимается, он же потом, он не уходит. Он занимается определенно вот, там, до 22, до 25. То он настолько привыкает, во-первых, к труду, к дисциплине, к ответственности и так далее. Это другие люди, те, кто прошли самоделку, самодеятельное такое творчество. Вот. А сейчас это особенно важно, потому что это воспитание, прежде всего, воспитание. Ну вы-то как никто другие знаете о том, как растет ребенок в творческом коллективе, о том, как он вырастает в нем. Они потом уходят в театр 21 века и дальше продолжают. Династия, династия продолжается. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот как она рождается, эта династия? Это вот та самая преемственность, та самая культура, как я вот, готовясь к беседе, видел комментарий вашей дочки, кстати. Она говорит, я сначала под станком, потом за станком. Сейчас уже внучки. Сейчас внучки уже так говорят, да, наверняка? У нас уже внучка старше занимается, у нас пять внуков, мы такие богатые бабушки, дедушки. Но можно сказать, что наша семья действительно живет на работе, а поскольку и дети наши, тоже работники культуры, детей девать куда можно только? Только в балетный класс. Вот поэтому вот и династия. Я прихожу к младшей дочке, Дашка бегает, кричит, на танце, на танце. Ей это уже все. И я, допустим, там сижу с Машенькой, младшенькой, уже даже, да, ну а младшенькой. А Дашка все. Деда, я на танце. Ей делают прическу, все, танце, все. Да, но потому что как бы даже... Катюш, ты кем хочешь быть? Она вначале хореографом, а потом ветеринаром. Ну, в первую очередь хореографом. Хореографом, да. Потому что они выросли все вот в балетном классе, что вот и сейчас вот... И очень мне вот важно, что вот наши дочери, допустим, что они абсолютно разные, в каком смысле разные, вот в хореографическом искусстве. У них разное видение, они по-другому делают постановки. То есть не то, что смешиваются, а это, наоборот, обогащает коллектив и дает возможность развиваться. Вот муж старшей нашей дочери, он такой народник, да, он тоже привносит туда. И это только обогащает коллектив и дает возможность его больше лучше. Ну, и там следующая династия Галина Николаевна Митезова, это Симбирские узоры. Там тоже работает дочка, зять. И уже внук танцует. Внук танцует в коллективе. Мужья, дочерей тоже. Да, все работают. А у нас культура на сегодняшний день держится за счет только вот династии. Ольга Анатольевна, Евгений Александрович, если вернуться к теме юбилея, вот расскажите, пожалуйста, как он проходил, кто был его участником и вообще как это все создавалось, чьи идеи? У нас, вы знаете, вообще очень замечательные режиссеры, которые работают с нами. Наталья Валерьевна Бекешко занималась подготовкой. Это человек, у которого, вы понимаете, у нее кладезь вообще всех идей, мыслей. Она такая всегда и сомневается, думает, переделывает, всегда вникает во все. Ищущие. Поиски. Да, поиски. Но с ней безумно интересно работать. Она особенно выстраивала всю концепцию, не просто концерты. Для нее самое важное было, она говорит, я хочу показать тех людей, которые работают сейчас. Поэтому очень интересно связанность с фотографиями, с личностями, как все это перетекало в такую концертную программу. Она старается ввести изюминку в это мероприятие, чтобы необычно, но концерт и концерт, а здесь будут сами педагоги, руководители участвовать в этом процессе. И поэтому интересно будет не только на экране смотреть, но и на сцене. Она очень действительно талантливая в этом плане. У нее немножко с театральным таким уклоном. Там и хороший текст всегда подводится. Очень репетировали много. Все. Это не только творческие коллективы, но и все работники дворца. Что немаловажно. Да. И те, кто работают у нас со светом и со звуком, и кто работает технически, работники в подвале. Они все принимали участие, готовились. И вообще это было очень интересно и сплотило. Я даже не ожидала, что мы такие, хотя и разные, но такие вообще сплоченные. Каждый день фотосессия была. Все приходили красиво и с детьми, и все это будет на баннерах. Очень интересная подготовка сама. Люди будут идти и уже смотреть, какие коллективы. Уже настраиваясь будет, что на этот праздник он действительно, я думаю, пройдет на высоком уровне. Вы мэтры, а молодежь, которая приходит в современный дворец, как вы с ней взаимодействуете? Ну здесь в форме наставников мы работаем. Ну не всегда, конечно, есть такое, все равно. Молодежь сейчас, она такая очень самоуверенная. Я пришел, значит, я все уже могу. Да, да, да. Ну мы о педагогах говорим сейчас? Да, конечно. А они тоже. О педагогах они тоже. Они выучились там, допустим, где-то что-то, что-то это самое. Но все равно, если все равно она думающая, если ты говоришь, вот здесь не надо так делать, потому что вот мне иногда говорят, а почему? Я говорю, по закону, потому что точно так же, как и везде в хореографии. Ну в основном мы все равно, как наставники, к нам приходят, если, да. Помогаем. Своим, конечно, дочерям помогаем. Люди приходят, когда просят, и на уроки сидят, мы тоже подсказываем, помогаем. В основном молодые, их надо учить еще, они сразу ведь не возьмут и не сделают коллектив на каком-то уровне. Самое главное, что прислушиваются. Да, прислушиваются. Да, прислушиваются. Хореографы прислушиваются. Может, где-то в других жанрах иногда сложно. Но здесь у нас прислушиваются. Чем живет сейчас 21 век? Чем живет сейчас счастливое детство? Ну вот, к сожалению, получилось так, что у нас ведь юбилей был, 40 лет было коллективом в прошлом году, да. И поскольку была пандемия, мы не смогли его так, как мы готовились провести, потому что получилось два года, нам не давали возможность в это. Чем он живет? Он живет современностью, актуальностью. Мы стараемся следить очень за всеми новшествами. Мы приглашаем к себе на семинаре специалистов в основном московских, санкт-петербургских, которые часто выезжают в различные большие такие мастерские в Голландии, еще где-то там во Францию куда-то. И когда они приезжают, мы стараемся увидеть, что есть новое, а потом это новое переломить так, чтобы это было доступно детям. Ну а потом мы работаем очень хорошо с режиссерами. С нами они любят работать. 9 мая у нас. Потому что мы можем быстро сделать композицию, можно хоть площадную, хоть на сцене, под танцовку надо, значит, делаем. Ну вообще площадь это наш конек. Это наш конек. Потому что нас это мы просто учили когда-то. И площадь я очень люблю когда-то. В связи с тем, что у нас 400 детей, 400, да, масштаб. Ольга Анатольевна, Евгений Александрович, позвольте, мы с Аленой еще раз поздравим вас с Днем работников культуры. С праздниками обязательно. Ну конечно. И как работников Дворца Дружбы народов губернаторский. И пусть ваши коллективы и счастливое детство, и 21 век, и все ваши коллеги будут счастливы, будут здоровы. И пусть у них всегда будет хорошее настроение и много-много и учеников, и зрителей. Спасибо. Спасибо большое. И мы тоже поздравляем всех работников культуры, не только нашей области, всей нашей огромной страны. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, творчества и всегда смотреть в будущем. Спасибо за встречу. Хорошего дня. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня были Корнилова Ольга Анатольевна и Корнилов Евгений Александрович, заслуженные работники культуры Российской Федерации, руководители ансамбля танца «Счастливое детство» и «21 век». Это «Утро с репортером». Мы продолжаем. Утро начнем с небольшой статистики. За 10 лет количество ульяновцев, регулярно занимающихся спортом, выросло в 2,5 раза. По итогам 2021 года доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся спортом, достигла 49 с лишним процентов. Это выше уровня 2020 года на 7681 человека. Численность людей, ведущих физически активную жизнь – 558 тысяч человек, из которых 77 тысяч – сельские жители. По сравнению с 2011 годом, доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, возросла в 2 с лишним раза. Численность жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, увеличилась на 300 тысяч. Только в прошлом году на развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области выделили больше 3 миллиардов рублей. Посылаю вам министра спорта Рамиля Егорова. Основные направления работы были определены, исходя из указов президента России Владимира Путина. Ключевым направлением работы стала популяризация физического развития и спорта. А тему здорового образа жизни, но уже без цифр и отчетов, продолжим в нашей рубрике «ЗОЖ». Всем привет! Надеюсь, ваши выходные прошли замечательно. Ну а сегодня понедельник, и мы идем в новую неделю с новой зарядкой. Сегодня мы с вами сделаем классное упражнение на баланс. Оно довольно веселое, вызывает много эмоций. Рекомендую его делать таким образом. Вы закрываете глаза сразу же, как только услышали мою команду. Мы поднимаемся с вами на носочки, вытягиваем макушку наверх, затылок чуть отправляем назад, мизинчики тянем наверх. И буквально начинаем тянуться так высоко, как можем. Глаза закрыты, и будем дышать носом, живот надувать, выдох ртом, живот сдувать. Таким образом мы будем находиться в этом положении 10 дыхательных циклов. Наблюдайте за тем, насколько вы будете ровно стоять или начнете танцевать на своем коврике или месте для занятий. Давайте начинать. Поднимаем руки наверх, встаем на носочки и закрываем глаза. Вдох носом, живот надулся. Выдох ртом, живот сдуваем. Третий раз вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. Баланс найти после выходных непросто, но мы с вами сможем. Выдох. Еще вдох. Тянитесь как можно выше, старайтесь ни за что не держаться. Почувствуйте свои кроножные мышцы, ведь именно там находится любовь к жизни. Вдох, надули живот. Выдох, живот сдуваем. Еще два раза. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. И выдох ртом. Опускаемся вниз. Как только пятки коснулись пола, открывайте глаза. Я вам желаю здоровья и хорошей рабочей недели. А теперь немного новостей из мира технологий и социальных сетей. В России готовится к запуску аналога Инстаграм Росграм. Информация об этом появилась на официальном сайте проекта. Так, например, сообщается, что Росграм будет запущен 28 марта 2022 года с привычным для всех функционалом и мобильными приложениями для Android и iOS. Создатели также отмечают, что в новой соцсети будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальные программы и также другие. Да, первыми соцсети начнут покорять топовые блогеры и партнеры, для которых Росграм откроется чуточку раньше, так сказать, для тестирования. Но после них и после того, как сеть будет окончательно отстроена, откроется она и для обычных пользователей. Предположительная дата старта – апрель этого года. Подробнее об этом и многом другом можно прочитать в «Российской газете». Обзор, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. В эфире обзор «Российской газеты». Меры времени. Правительство готовит новый пакет законов о поддержке граждан и бизнеса. Скручивая счетчик. В регионах начал дешеветь бензин на АЗС. Затраты на списание. В России запущен сервис биржи импортозамещения. Малахит встает на рельсы. На Урале показали новый электровоз российской сборки. Шевелят булками, что может прийти на смену иностранным сетям быстрого питания. В кабинете министров работают над третьим пакетом мер против санкций, введенных в отношении России. Так утвержден перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В их число включены сельское хозяйство, наука, здравоохранение, общественное питание, гостиничный бизнес и многое другое. Всего более 70 видов деятельности. Также готовятся решения по поддержке системообразующих предприятий. Разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам 10%. Также правительством Российской Федерации разработан проект постановления о мерах поддержки предприятий, в том числе организации транспортного комплекса. Он предполагает финансирование в размере более полутора триллионов рублей на 60 месяцев. Цены на бензин в российских регионах начали снижаться. Так, например, на Ямале топливо подешевело на рубль. Бензин 92 марки теперь стоит 46 рублей. Еще большее снижение цен сразу на пару рублей зафиксировано в Иркутской области. В Приморском крае ценники обновили пока только владельцы тех АЗС, которые принадлежат независимым сетям. За ценами на топливо внимательно следят и в правительстве, рассказал вице-премьер Александр Новак. Правительство уделяет большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать, то есть уменьшать эти колебания и таким образом удерживать цены. В России запущен новый сервис биржи импортозамещения. Причиной стало значительное повышение спроса на отечественную промышленную продукцию, сообщили в Минпромторге. С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих. А поставщики направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. Сервис реализован на электронной торговой площадке «Газпромбанка» на базе государственной информационной системы промышленности, которая сейчас насчитывает более 14 тысяч пользователей промышленных предприятий. Основными преимуществами являются наличие широкой базы поставщиков, функция автоматической рассылки приглашений к торгам, а также возможность проверки поставщиков и продукции на соответствие требованиям заказчика. Первый образец грузового электровоза нового поколения выехал из цеха предприятия «Уральские локомотивы». Машина называется «Малахит». Этот камень – символ здешних мест, известный во всем мире подсказом Бажова. Теперь «Малахит» может стать базовой платформой для линейки электровозов с разными характеристиками и назначением. Локомотив полностью разработан и изготовлен в России, почти 100% комплектующих – отечественные. Его главная гордость – уникальный двигатель, который вдвое сильнее предыдущих моделей и позволяет тянуть грузовые поезда общим весом до 7 тысяч тонн. То есть ему по силам 70-вагонный состав. При этом сама машина более легкая и надежная в использовании. Российские сети общественного питания за год могут заместить около 250 столичных ресторанов зарубежных брендов. Об этом заявил мэр Москвы. Сергей Собянин пообещал выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование. В свою очередь крупный российский агрохолдинг уже сообщил о намерении до конца 2022 года открыть 15 новых бурдерных в Москве, Московской области и Брянске. Эксперты опрошены газетой и также отмечают, что никаких секретных ингредиентов в меню американских сетей быстрого питания нет. Котлеты, булки, салаты и другие составляющие для гамбургеров свободно продаются на рынке. Во многих соседних ресторанах и сейчас можно купить похожие блюда. Российские заведения общественного питания всегда приспосабливались к разным условиям. Рестораны работали и в послереволюционное время, и в 90-е годы прошлого века. Сумеют перестроиться и сейчас. Это был обзор российской газеты. Этим утром хочется немного напомнить об изменениях в транспортной сети Ульяновска. Так, например, вчера, 22 марта, изменился автобусный маршрут номер 67, связывающий северную часть города и конкретно Ульяновский государственный технический университет с поселком Карамзина и Садовым товариществом Парус. Маршрут стал длиннее, теперь конечная 67-х обосновалась на улице Ульяны Громовой. Сделано это не просто так. Изменения опираются на потребности пассажиров, отраженные в проведенном социологическом опросе. Да, другое нововведение коснулось маршрутов, проходящих через Верхнюю террасу в Заволжском районе города. Так, с 1 апреля в целях повышения транспортного охвата населения микрорайона Верхняя терраса вносятся изменения в маршрут номер 10, УАЗ-проспект Дружбы народов, которые вместо улиц Оренбургская и Брецкая будут следовать по врачам Михайловым. По многочисленным обращениям жителей автобусы маршрута номер 46, проспект Дружбы народов, улица Отрадная, также с 1 апреля вместо улицы Жуковского будут идти через улицу Димитрово, на которой располагается множество социально значимых объектов. Так что держите руки на пульсе и вовремя продумывайте свой маршрут с учетом возникающих изменений. А пока рубрика о главном продолжит утренний эфир. География, химия или русский язык. Для участников конкурса «Учитель года 2022» профиль не важен. Главное – безоговорочная любовь к своему делу и детям. Желание учить и учиться, постоянно повышать свои знания и навыки. 22 педагога из разных муниципалитетов области. Впереди у них несколько конкурсных дней, наполненных мастер-классами, лекциями и испытаниями. Первая – визитка. Учителя рассказали о себе и своей работе коллегам и членам жюри. Я радуюсь, когда вижу и слышу новые решения проблемы, новую позицию автором, который является сам ученик. Стараюсь расцветь способности таланта и вовнеурочной деятельности. От новичков до опытных конкурсантов. Первый раз Гулия Камильевна приняла участие в «Учителе года» еще в прошлом веке, в далеком 1998 году. Дальше, больше – 2002, 2012 и вот теперь 2022 год для учителя – новый шанс продемонстрировать свой багаж педагогических знаний. Все меняется. Меняется очень сильно. Я вообще люблю конкурсы, потому что конкурсы держат в тонусе. Обогащаешь свой опыт, делишься своим опытом. Интересно. Новые знакомства, новые люди. И движение вперед. После вступления на таких мероприятиях учитель начинает находиться в постоянном педагогическом поиске. Всегда он ищет новое, что-то необычное для того, чтобы развивать наших детей, воспитать наших детей. За 30-летнюю историю проведения «Учителя года» преподаватели ИЗО принимали участие в нем нечасто. Татьяна Викторовна на конкурсе впервые. Своим секретом преподавания делится охотно. Любым предметом можно заинтересовать одним единственным способом. Надо самой жить этим предметом. Я не могу сказать, что я художник. У меня нет статуса, что я в союз художников вхожу. Но было бы хорошо. Мечта. Все как в обычный рабочий день. Урок, классный час и мастер-класс. Конкурсные задания проходят в форме, знакомой каждому учителю, но под строгим наблюдением жюри. В прошлом году было введено новшество в федеральном положении. Это новое конкурсное испытание, пресс-конференция «Вопрос учителю года», когда пятерка финалистов отвечает на вопросы, связанные не только со своей профессиональной деятельностью, но и на какие-то вопросы от общественности, от детской общественности, от родительской общественности. И какие-то вопросы общечеловеческие, так сказать. На плечи победителя регионального этапа ляжет ответственная миссия – представлять Ульяновскую область на всероссийском конкурсе, который традиционно пройдет осенью этого года. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Картину дня дополнит региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». В управлении архитектуры администрации Ульяновска сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Силовики изъяли принятый незаконно документ, где прописан генплан села Лаишевки, одобренный в городской думе. Вопрос, который заинтересовал сотрудников силовых структур – передача земель в районе села Лаишевка под жилищное строительство. В настоящее время ведется расследование. Администрация города Ульяновска порицает любые формы проявления коррупции и оказывает всемерное содействие сотрудникам следственных органов в проведении расследования. Подробности не раскрывает ни администрация, ни следственный комитет, ссылаясь на проводимое расследование и проверки. При этом, по официальным данным, уголовное дело пока не заведено. По догадкам некоторых ульяновских СМИ, предполагаемым главным фигурантом скандала является ульяновский бизнесмен. Владелец компании «Новые агротехнологии» Геннадий Соловьев, который получил в аренду более 13 миллионов квадратных метров в 2004 году на 15 лет. Позже он выкупил территорию за выгодную цену. В настоящее время якобы хотел получить еще часть земли по привлекательной стоимости. Официального подтверждения этой информации нет, а поэтому история остается открытой. Пока Запад продолжает вводить против России новые санкции, федеральное правительство делает все возможное, чтобы минимизировать их влияние на население. Для снижения напряженности на рынке труда ульяновской области выделено более 252 миллионов рублей из федеральной казны. 192 миллиона 700 тысяч пойдут на создание рабочих мест для оказавшихся под угрозой увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже ТУДАН. Еще более 59 миллионов рублей будут направлены на компенсации промышленным предприятиям при реализации программ профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения. Нами разработана маршрутизация сотрудников на другие предприятия региона в случае наличия рисков увольнения на постоянном месте работы. Формат маршрутизации включает в себя три этапа – это скрининг, прямой переток и трансформация трудовых ресурсов. Не останавливается работа и по другим значимым для региона направлениям. Продолжается исполнение нацпроекта здравоохранения, завершение строительства детского инфекционного корпуса, цифровизация всей системы и ввод новых объектов. Выполнению намеченного экономические неурядицы не помешают. Мы планируем построить шесть фаб, закупить 13 единиц автомобильного транспорта и провести ремонт восьми учреждений здравоохранения. Также в рамках реализации у нас проекта мы планируем докомплектовать оборудование Барышевскую районную больницу, сосудистый центр и сделать еще один сосудистый центр в Новоспасской, организовать новый сосудистый центр на базе Новоспасской районной больницы. Есть подвижки в исполнении долгосрочных планов. В июне Алексей Русских обратился к председателю правительства России Михаила Мишустину с просьбой поддержать проведение противооползневых мероприятий на Волжском склоне Ульяновска. Общая протяженность критической территории – 17 километров береговой линии. Принято решение о поддержке предложения о выполнении и разработке проектно-смертной документации на первые три километра территории склона города Ульяновска на сегодняшний день разработано техническое задание. По-прежнему в регионе стоит вопрос с наличием на прилавках магазинов сахара и других продуктов повышенного спроса. Цены растут, но увеличение поставок, по мнению профильного министра, должно снять напряженность. До повышенного спроса в торговой сети еженедельно отгружалось порядка 30 тонн сахара. Сегодня буквально мы фиксируем, за предыдущую неделю в торговой сети отгружено 500 тонн сахара. То есть это где-то порядка в 17 раз больше по сравнению с периодом до повышенного спроса. Сахар будут продавать и на традиционных продовольственных ярмарках. Цена фиксированная – 70 рублей, но не более 5 килограммов в одни руки. Всего планируется завести 50 тонн, чтобы удовлетворить потребность в этом товаре как можно большего количества желающих. Анна Чайникова, Геннадий Бухтояров, репортер 73. Глобальные процессы и наша жизнь. Изменения, которые нас ждут, меры, которые принимаем, чтобы устоять под натиском экономического давления. Говорим о событиях в регионе. Ответы на самые злободневные вопросы из уст первых лиц. Прямая линия с губернатором и членами регионального правительства. В субботу, 26 марта в 18.00 на ОТР и Репортере 73. Не пропустите. Звоните в редакцию по будням с 10 до 17.00. И задавайте свои вопросы. Пользуйтесь социальными сетями. Ищите группы Репортера 73 во Вконтакте, Одноклассниках, Ютубе, Яндекс.Дзене. Оставляйте вопросы там, а также на сайте. Репортер 73.ТВ Главное прислушаться к себе. Бережное отношение к здоровью позволило Вере Панчевой избежать печальных последствий. В 2019 году обратилась к кардиологу. Прошла обследование как платное, так и льготное. Выяснилось, что один из сердечных сосудов забит на 75%. Выписали лекарства стоимостью 13 тысяч рублей. После перенесенного ковида препаратов понадобилось еще больше, все таких же дорогих. Вирус ударил по больному и сейчас сердцу еще больше внимания. При этом и со стороны здравоохранения. В региональном правительстве решили сэкономить деньги ульяновцев, выдавая сердечникам бесплатные лекарства. Я живу за счет этого, потому что мне просто это необходимо, нужно пить целый год. Лекарства стоят очень дорого. Пенсия, я не работаю. Раз в три месяца на протяжении двух лет люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают необходимые лекарства. С начала ковидного 2020 года было принято решение ввести такую поддержку. Пользуются ею десятки жителей Ульяновской области, учитывая, что получить препараты просто. Пройти обследование, проконсультироваться у лечащего врача-кардиолога и взять рецепт. Смертность от болезни системы кровообращения у нас на первом месте среди всех причин летальных исходов. И поэтому, конечно, есть целые программы по снижению смертности от сердечных заболеваний. Министерством здравоохранения Ульяновской области было закуплено и передано на склад Ульяновской государственной аптеки медикаментов на сумму более 230 миллионов рублей. В том числе в 2021 году на сумму более 123 миллионов рублей. В программе участвуют все 38 учреждений, на базе которых работает государственная аптека. В ней выдают все необходимые препараты для сердечников. Всего 23 наименования лекарств. Сначала пациент мог рассчитывать на бесплатные лекарства в течение года после поставленного диагноза. Теперь на протяжении двух лет человек может приходить в социальную аптеку и получать нужные препараты. Хрупкий человеческий мотор нуждается в особом внимании и позаботиться о его бесперебойной работе нужно вовремя. Тем более, что в региональных поликлиниках готовы прислушиваться и к жалобам пациентов, и к биению сердца. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Судьи готовы? Команда готова? Команда готова. Дается старт очередному забегу. На старт. Внимание! Сигнальный выстрел стартера и спасатели мчатся выручать водителя, автомобиль которого попал в ДТП. Пострадавших у нас было двое человек. Непосредственно ДТП у нас было с возгоранием автомобиля. Пострадавшие по прибытию первого пожароспасательного подразделения были в сознании. Непосредственно были травмы. С данной задачей пожароспасательные подразделения справились. Плюс ситуация усложняется травмой. Одного из пассажиров зажало рулевой колонкой перелом левого предплечья. То есть действовать нужно максимально осторожно, но быстро, чтобы и человека спасти, и при этом не нанести еще больше повреждений. В экстренных ситуациях нет времени думать. Нужно действовать. Считанные минуты. Спасатели зафиксировали и обесточили автомобиль, разблокировали двери, разрезали опоры и сняли крышу. Дальше оказание первой медицинской помощи и передачи пострадавшего медика. Но на этом спецоперация не заканчивается. Предстоит ликвидировать условное возгорание автомобиля. Работают как на пидстопе, а может быстрее. Но скорость не равно спешка. Судейская комиссия строго фиксирует правильность выполнения участниками всех действий. Внимание уделяется на правильность выполнения алгоритма, непосредственно как выполняется работа. Соответственно при нарушениях данных алгоритмов у нас засчитывались штрафные баллы. За право быть лучшими, самыми быстрыми и эффективными состязали 7 команд пожарно-спасательных частей Ульяновской области. Победили Димитровградцы. По итогам проведенных соревнований лучшей командой, лучшая команда, занятшая первое место, это пятая пожарно-спасательная часть третьего пожарно-спасательного отряда. Которым на все этапы соревнований потребовалось не больше 18 минут. Павел Патриков, репортер 73. Вкладываешь душу в каждую работу, не просто подмалевок такой, как сказать, а рисуешь от души, хочется, чтобы тебя поняли. Олег Булатов, если чем теперь и злоупотребляет, то исключительно творчеством. С бумагой, красками и кистью дружен с детства. Закончил художественную школу, а затем профильное училище. Отслужив в армии, устроился в среднюю общеобразовательную, преподавателем рисования и черчения. Затем создавал визуал в рекламном агентстве. С приходом компьютерной эры пришел к выводу, он не современных дел мастер. Как следствие, многолетний кризис и пагубные нетворческие пристрастия. Не единожды все заканчивалось длительным лечением здесь, в Ульяновской наркобольнице. Я понимаю, что человек нетрезвый, он ведет себя как-то по-особенному. Но я их люблю просто по факту бытия. Они все самобытные, они талантливые. Я говорю, Олег, ты хорошо рисуешь, у тебя подписывает он очень интересно, у него почерк красивый. Я говорю, Олеша, давайте сделаем. Мы вот купили на грантовские деньги альбом и вот начали делать, чтобы память была. И когда приходят новые ребята к нам, мы им показываем. Посещение картинной галереи. Да, это вот Плассовская галерея. Доказывали автобусы ездили туда, интересно. Понравилось ребятам. Даже кто ни разу не был вообще, конечно, интересным. Музей, прислонихи. В коллекции много таких самодельных журналов. Да и стены отделения реабилитации не пустуют. А гид-плакаты, информационные материалы и поздравительные открытки – все создано руками и воображением Олега Булатова. А буквально на днях он заявил на областной конкурс «Музыкальный венец» пару авторских логотипов ждет результатов. По выходным у нас приходит профессиональный художник Максим Павлович. Мы занимаемся и многие даже с интересом ходят, даже не умея рисовать. И ходят с нами вместе за компанией. Мы там рисуем коллективно. Стойкой творческой ремиссии способствует насыщенная духовная и культурная программа реабилитации. С 2015 года в больнице существуют паломнические проекты. За семь лет пациенты и медики посетили более 30 монастырей. А на территории лечебного учреждения выстроили собственную обитель. Олег и товарищи участвовали в возведении храма на территории Ульяновской наркологической больницы. Они принимали тяжелые фуры и разгружали бревна и проводили другие самые трудоемкие операции. И как бы в награду за это им подарили по кирпичику за строительство храма. Ну и вообще, согласно преданию, считается, что те люди, которые так или иначе строили храм, тем людям могут проститься грехи. По ту сторону больничных стен Олега ждет двое взрослых сыновей и маленьких внуков. Есть кому передавать ремесло. Но прежде чем передавать, надо завязать. Окончательно и бесповоротно. У нас многие ребята это вылечиваются, когда больше сюда не приходят. Но мы общаемся. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер «73». 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 Чашечку чая? Может лучше фреш? Испечем пиццу! Мегастрой создаст дизайн кухни под ваши размеры, доставит и установит ее. Мегастрой. С нами все получится. Супер цены в Светофоре. Кофе Якобс 200 грамм. 243,90. Колбаса вареная докторская. 142,90 за килограмм. Во всех магазинах Светофор. Ульяновская, Инзебрыша, Кузоватова, Чердаклот и Димитровграда. А чем вам нравится чистящая паста Альбачистоник? Легко и быстро очищает любые загрязнения. Не раздражает и не сушит кожу. Эффективно. Безопасно. Альбачистоник для рук. Чисто, быстро, безопасно. Выкуп автомобилей целых битых неисправных. 96-03-81. 96-03-81. Партнер прогноза погоды Ульяновский печной центр. По данным сайта Гесметио, 23 марта в Ульяновске переменная облачность. Температура воздуха по области ночью от минус 2 до плюс 2 градусов. Днем от минус 1 до плюс 3 градусов. В городе температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1. Днем 0, плюс 2. Ветер преимущественно западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Уюта и тепла много не бывает. Ульяновский печной центр подтверждает и предлагает. Банные и отопительные печи, камины, дымоходы и комплектующие к ним. А также материалы для бани, сауны и различные аксессуары. Доставка и монтаж по желанию клиента. Печной центр по адресу улица Нариманово, 64-2. Звоните 92-73-92. Адрес сайта печнойцентр73.рф. В конце января в Ульяновске начались, и вот уже совсем недавно закончились, съемки детского киноальмонаха и в шутку, и всерьез. Всего за это время сняли 11 короткометражных фильмов, все роли в которых сыграли ульяновские ребята в возрасте от 9 до 17 лет. Юные актеры прошли воронку кастинга и несколько месяцев готовились к съемкам, оттачивая актерское мастерство и репетируя роли. В новых фильмах их создатели расскажут непридуманные истории про учебу, увлечение, первую влюбленность, дружбу, отношения со сверстниками и взрослыми. Школьные съемки прошли в интерьерах губернаторского инженерного лицея номер 102. Если кто-то пропустил, что же это за съемка, то напомним. Да, конечно. Проект реализуется Фондом развития детского киносотворения при поддержке Фонда президентских грантов. Всего по нему в 2022 году будет создано 45 короткометражных фильмов в пяти регионах, причем часть из них будет снята с участием детей с ОВЗ и детей-сирот, находящихся на воспитании в приемных семьях. Да, съемки уже прошли в Калуге, а после Ульяновска продолжится в Казани, Самаре и Саратове. Сразу после монтажа фильмы начинают участие на кинофестивалях. Наши юные коллеги фильмы пока не снимают, а вот новостями делятся уже достаточно профессионально. В эфире рубрика «Новостята». Всем привет! В эфире новостята. Прекрасные вестники весны, творения природы, герои сказок, подснежники. Сложно представить пробуждение природы без их нежной красоты. О подснежниках, как о самых ранних цветах, цветов существует... Цветах! Существует много мифов, а не миф. О подснежниках, как о самых ранних цветах, существует очень много мифов и легенд. Первые рассказываются, что Ева сильно плакала из-за изгнания из рая. И тогда Бог решил превратить холодные ветра и колючие снежинки в цветки подснежников. Бедная девушка перестает плакать при виде милых растений. Вторая легенда говорит, что подснежники – это слезы всего человечества. Подснежник – многолетнее растение. Высота его не более 20 мм. Подснежник появляется первым после зимы в природе. Еще подснежник называют молочным цветком. С наступлением темноты цветок подснежника закрывается. И становится похожим на каплю молока. Подснежники растут с семейками возле деревьев и на лугах. Цветение подснежников длится 30 дней. Подснежники являются ценным весенним... Подснежники являются ценным весенним медоносным питанием для пчел. А вы знаете, что подснежник – растение ядовитое? Его листья и стебли могут вызвать аллергию. Но ученые применяют это вещество от разных болезней. Но ученые применяют это вещество от лечения Альцгеймера. А также в соке много сахара. Именно он помогает подснежнику пережить мартовские морозы. Цветок подснежника может быть... Цветок подснежника может стоить очень дорого. Так, в 2011 году на онлайн-аукционе цветок был продан за рекордную сумму. 725 фунтов стерлингов в рублях 35 тысяч. У многих народностей подснежник символирует защиту от порчи из глаза. Их народностей подснежник символизирует защиту от порчи из глаза. Цветок, который растет возле дома, считается живым оберегом. А еще символизирует надежду и чистоту. Подснежники – родственники нарциссов. Факт. В мире учрежден целый день, посвященный подснежнику, который принято отмечать 19... Факт. В мире есть целый день, посвященный подснежнику, который принято отмечать 19 апреля. Подснежник внесен в Красную книгу. Срывать его цветы запрещено во всем мире. Именно поэтому этот цветок считается редким. Именно поэтому сегодня редко можно встретить, где этот удивительный цветок. Редактор субтитров А.Семкин За год в городе посадят тысячу деревьев и 3600 кустарников. Посадочный материал высотой от 2 до 2,5 метров уже подготовлен. Определились и с местами высадок. 40 видов декоративно-лиственных и хвойных пород деревьев и кустарников планируют высадить в парке «Дружбы народов». А также на улицах Гончарова, Луначарского, Локомотивной, Камышинской, Защитников Отечества, проспектах Ливанова, Маршала Устинова и других. Кроме этого планируют восстановить 8,5 тысяч квадратных метров газонов. К 9 мая в Ульяновске расцветет 105 тысяч тюльпанов, 12 сортов различной окраски и формы цветка, высаженных минувшей осенью на площади 2000 квадратных метров в особо значимых местах города. Всего же в весенний-летний период высадят около миллиона цветов. Весеннее преображение – это всегда красиво. А в нашей программе за красоту и оригинальность отвечает рубрика «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители! С вами в студии Анна и это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такое вот кашпо из мешковины. Для этого потребуется с вами торфяной горшочек и непосредственно сама мешковина. Нужно подготовить вам будет круг диаметром. Как правильно рассчитать диаметр, мы с вами берем высоту вашего торфяного горшочка, складываем высоту нашего дна, еще раз высоту горшочка, и с каждой стороны прибавляем по 3 сантиметра. Таким образом у вас получится размер диаметра круга. Я заранее подготовила кусок ткани. Сейчас вырежу из него просто круг. Если мешковина у вас будет неплотная, как у меня, то вам нужно будет края вашего кусочка обработать клеем ПВА, чтобы в последующем они не махрились у вас. Далее все очень просто. Начинаем по периметру подклеивать нашу мешковину на клей. КОНЕЦ Чтобы у вас образовывались красивые складочки, делайте это не сразу по всему диаметру, а по очереди, по диагонали. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это была Анна, рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Продолжение следует... Спасибо большое, уважаемые соведущие. С праздником мы имеем в виду 25 марта. У нас сегодня день работника культуры, и мы не одни в этой студии. К большому счастью, у нас сегодня гости Корнилова Ольга Анатольевна и Корнилов Евгений Александрович, заслуженные работники культуры Российской Федерации, руководители ансамбля танца «Счастливое детство» и «21 век». Доброе утро! Доброе утро! У меня всегда хорошее, я с утра пою, поэтому... А сегодня вдвойне буду петь арии, наверное, с утра. И поднимаю всем настроение. Вообще вот работник культуры, в вашем понимании, с вашим опытом, со всевозможными званиями, это кто? Какой это человек? Да. Прежде всего, он светлый, очень трудоспособный, который может так организовать свою жизнь, что заниматься не только работой, потому что она во второй половине дня, но еще немножко времени уделять семье. Да, ну, во-первых, это творческие, универсальные люди. Они могут и петь, и танцевать, и жонглировать, и, в общем, что ни попросишь, мы можем делать все. Ну вот об этих замечательных людях мы давайте речь продолжим нашу. На самом деле, не один праздник мы сегодня затронем, не только День работника культуры, но еще и 50-летний юбилей, который отмечает Дворец дружбы народов губернаторский. Вас тоже с праздником. Спасибо. Двойным праздником. Двойным праздником. Уж вы, как никто, понимаете, знаете это учреждение. Очень много лет, и очень много славных лет вы в нем. Вот расскажите, пожалуйста. Вот я начну с того, что... Евгений Станович, пожалуйста. Было такое, какие чудеса света в Ульянской области. И вот каждый третий человек все время называл Дворец профсоюзов. Действительно был универсальный, уникальный дворец. Там занималось от мала до велика. И каких только там не было коллективов. И оперная студия, и театральная. То есть, в общем, он был притяжением всех ульяновцев, вот не только ульяновцев, но и близлежащих муниципальных образований, притяжением Дворец культуры профсоюзов. Как корабль. Как корабль. Такой в центре города, большой, красивый, светлый. Всегда там свет был. Когда праздники, я хочу сказать, что это масса-масса народов. И, конечно, то, что он привлекал к себе много, а у нас в Ульяновске много, творческой молодежи, студентов, детей и взрослой поколения. Ведь очень много было коллективов, где занимались дети, где занимались взрослые уже в таком солидном возрасте. И семейные тоже были. Сейчас немножечко как бы это поутихло, так скажем. Но там мне что интересно, что руководители учреждений подбирали самых талантливых педагогов. Работали лучшие режиссеры, которые приезжали с Москвы в Ульяновск работать. Хореографы. То есть коллективы были на таком высочайшем уровне, что выезжали за границу. И много, особенно русский народный хор, Дмитрий Олегович Бахарев, он и во Франции, и в Болгарии, и в Румынии. Где только ни было. И наш коллектив тоже. Мы вот в Рабке были, в Польше, на таком замечательном конкурсе, где, естественно, были лауреатами первыми. Мы были и в Чехии, и в Болгарии. То есть как бы тогда можно было позволить себе вести большой коллектив, 50-60 человек. И государство, наш дворец нам всё оплачивал. Ну вот, Ольга Анатольевна Евгеньевна Александровича, вы говорите, были. А на сегодняшний момент дворец вмещает в себя множество коллективов с государственным званием народный. Не менее профессиональные люди работают. Также огромное количество детей, людей. Но вот всё-таки вы знаете вот эту перемену, вот этот переход от советского в постсоветский период. Ну, очень здорово, да? Начиналась даже так легендарно, можно сказать, была всесоюзная стройка, такая интернациональная стройка. А вот на теперешний момент дворец, он как? Он такой же уникальный, такой же универсальный. Очень много сегодня детей. Но осталось, как бы, как вот вам сказать, самые такие, ну, изюменькие коллективы уже работают. Тогда же было очень много. А в этом, ну, как бы, нашем, да, уже совершенно такие уникальные коллективы. Пусть меньше коллективов, но они уникальны. Они также есть. И они крупнее просто стали, да. То есть получилось, что у каждого практически коллектива есть, типа, как школы. Сначала маленькие дети, потом они школьники, а уже потом взрослые, как бы, это уже студенты, те, кто, так сказать, уже закончил работать, но всё равно приходит и занимается здесь. Почему? Потому что я так думаю, что вот всё-таки есть такое какое-то ощущение. Раньше не то, что было больше уникальных людей. Ну, может быть, лучше нас учили. Я не знаю. Почему? Потому что хотелось творить, быть всегда на работе и никогда не считаться несовременным делать, делать, делать и делать. Сейчас всё-таки как-то вот этот вот такой порыв страстный, он поутих. Сейчас такая рутина. Конкурс, ещё что-то, что-то. А раньше было больше праздника. Нет, ну, традиция всё равно осталась. Взрослые люди приходят, занимаются. Это даже не исключается. Мы говорим о самодеятельности. Да, о взрослой самодеятельности. Она также сохранилась, и есть у нас и взрослые коллективы, и детские коллективы, и новые открываются. Это со временем и продюсерский центр сейчас открылся. Да, да, да. Вот поэтому много интересного. Но мы всё равно, для меня лучшие годы, это 80-е и 90-е. Потому что тогда профсоюзы, профсоюзы выделяли столько денег. Коллективы были одеты, ну, лучше даже, чем вот профессиональные коллективы. Да, это было так, да, действительно. В 90-е, когда пошла уже перестройка, да, выделялись деньги, но уже не в таком количестве, он уже стал государственным. Там уже поменялось уже название дворец молодёжи и досуга, и как только нас не называли. Но, как мы говорим, название меняется, люди остаются, и, в общем-то, работа... Дух, дух остаётся. Всё равно, это... Это всё равно, как ни крути, это дом. Это дом, куда хочется идти, утром встаёшь, кофе выпил, и уже думаешь, ага, сейчас я вот приду, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И уходить... Вот мне никогда не хочется оттуда уходить. Ну, наивный вопрос. А как, как вы говорите, в этом доме большом, творческом, уживается столько талантливых взрослых людей, столько коллективов? Я бы хочу сказать, что вот это осталось как раз, вот, наверное, с самого начала. Дело в том, что всегда у нас нету такого духа соперничества, у нас есть дух дружбы. Мы действительно друг друга все любим, несмотря на то, что у нас там четыре танцевальных коллектива, да, вот. Но стараемся помогать, следим, кто что делает, где-то что-то надо, подсказываем. Ну уж если надо что-то сделать большое, объединяемся. То есть никакой вот этой вот какой-то вражды или какого-то недовольства у нас во дворце нет. Не, ну потом, сегодня руководители сами уже расширяют то, что было в коммерческие структуры, забирали тогда, сегодня отдаётся всем творческим коллективам. И Гойлинг, и Восточный экспресс сейчас готовят тоже для работы коллективов. Открывается также, значит, театральная будет этот самый кружок. То есть есть возможность сегодня ещё больше привлекать. Больше расширять. Больше расширять, да. А сейчас это и надо, потому что это очень актуально. Потому что если посмотреть даже с учётом нашего времени, сколько мы здесь в городе, наверное, 45 лет, да, работаем уже, что, в принципе, если ребёнок с малолетства пришёл и занимается, он же потом, он не уходит. Он занимается, да, определённо, вот, там, до 22, до 25. То он настолько привыкает, во-первых, к труду, к дисциплине, к ответственности и так далее. Это другие люди, те, кто прошли самоделку, самодеятельное такое творчество. Вот. А сейчас это особенно важно, потому что это воспитание, прежде всего, воспитание. Ну вы-то как никто другие знаете о том, как растёт ребёнок в творческом коллективе, о том, как он вырастает в нём. Они потом уходят в Театр 21-й лет. Династия, династия продолжается. Ну вот расскажите, пожалуйста, вот как она рождается, эта династия? Это вот та самая преемственность, та самая культура? Как я вот, готовясь к беседе, видел комментарий вашей дочки, кстати. Она говорит, я сначала под станком, потом за станком. Сейчас уже внучки. Сейчас внучки уже так говорят, да, наверняка? У нас уже внучка старше занимается, у нас пять внуков, мы такие богатые бабушки, дедушки. Но можно сказать, что наша семья действительно живёт на работе, а поскольку из дитя наши тоже работники культуры, детей девать куда можно только? Только в балетный класс. Вот поэтому вот и династия. Я прихожу к младшей дочке, Дашка бегает, кричит, на танце, на танце. Ей это уже всё. И я, допустим, там сижу с Машенькой, младшенькой, уже даже младшенькой, а Дашка всё. Деда, я на танце. Ей делают прическу, всё, танце, всё. И мы спрашиваем это внучку. Катёш, ты кем хочешь быть? Она вначале хореографом, а потом ветеринаром. Ну, в первую очередь хореографом. Хореографом, да. Потому что они выросли все в балетном классе. И сейчас вот... И очень мне вот важно, что вот наши дочери, допустим, что они абсолютно разные. В каком смысле разные? Вот в хореографическом искусстве. У них разное видение. Они по-другому делают постановки. То есть не то, что смешиваются, а это, наоборот, обогащает коллектив и даёт возможность развиваться. Вот муж старшей нашей дочери, он такой народник, да, он тоже привносит туда. И это только обогащает коллектив и даёт возможность его больше лучше. Ну, и там следующая династия Галина Николаевна Митезова, это симбирские узоры. Там тоже работает дочка, зять. И уже внук танцует. Внук танцует в коллективе. Мужьян, дочери тоже. Да, все работают. А у нас культура на сегодняшний день держится за счёт только династии. Ольга Анатольевна, Евгений Александрович, если вернуться к теме юбилея, вот расскажите, пожалуйста, как он проходил, кто был его участником и вообще как это всё создавалось, чьи идеи? У нас, вы знаете, вообще очень замечательные режиссёры, которые работают с нами. Наталья Валерьевна Бекешко занималась подготовкой. Это человек, у которого, вы понимаете, у неё кладезь вообще всех идей, мыслей. Она такая всегда и сомневается, думает, переделывает, всегда вникает во всё. Ищущие. И поиски. Но с ней безумно интересно работать. Она особенно выстраивала всю концепцию, не просто концерты. Для неё самое важное было, она говорит, я хочу показать тех людей, которые работают сейчас. Поэтому очень интересно, связанное с фотографиями, с личностями, как всё это перетекало в такую концертную программу. Но она старается ввести изюминку в это мероприятие, чтобы необычно. Обычно, ну, концерт и концерт. А здесь будут сами педагоги, руководители участвовать в этом процессе. И поэтому интересно будет не только на экране смотреть, но и на сцене. Она очень действительно талантливая в этом плане. У неё немножко с театральным таким уклоном. Там и хороший текст всегда подводится. Но в этом плане... Очень репетировали много. Все. Это не только творческие коллективы, но и все работники дворца. Что немаловажно. Да. И те, кто работают у нас со светом, и со звуком, и кто работает технически, и работники в подвале, они все принимали участие, готовились. И вообще это было очень интересно и сплотило. Я даже не ожидала, что мы такие, хотя и разные, но такие вообще сплочённые. Каждый день фотосессия была. Все приходили красиво и с детьми, и всё это будет на баннерах. Очень интересная подготовка сама. Люди будут идти и уже смотреть, какие коллективы. Уже настраиваясь, будучи на этот праздник, он действительно, я думаю, пройдёт на высоком уровне. Вы мэтры, а молодёжь, которая приходит в современный дворец, как вы с ней взаимодействуете? И о нас? Ну, здесь в форме наставников мы работаем в форме. Ну, не всегда, конечно, есть такое. Всё равно, молодёжь сейчас, она такая очень самоуверенная. Я пришёл, значит, я всё уже могу. Да-да-да. Ну, мы о педагогах говорим сегодня? Да, конечно. А педагогах они тоже. Они выучились там, допустим, где-то что-то, что-то это самое. Но всё равно, если всё равно она думающая, если ты говоришь, вот здесь не надо так делать, потому что вот мне иногда говорят, а почему? Я говорю, по закону, потому что точно та же, как и везде, в хореографии. Ну, в основном мы всё равно как наставники к нам приходят, если, да, своим, конечно, дочерям помогаем. И люди приходят, когда просят, и на уроке сидят, мы тоже подсказываем, помогаем. В основном молодые, их надо учить ещё, они сразу ведь не возьмут и не сделают. Это коллектив на каком-то уровне. Самое главное, чтобы прислушиваются. Да, прислушиваются. Да, прислушиваются. Хореографы прислушиваются. Может, где-то в других жанрах иногда сложно. Но здесь у нас прислушиваются. Чем живёт сейчас 21 век? Чем живёт сейчас счастливое детство? Ну вот, к сожалению, получилось так, что у нас ведь юбилей был, 40 лет было коллективу в прошлом году, да. И поскольку была пандемия, мы не смогли его так, как мы готовились провести, потому что получилось два года, нам не давали возможность в это. Чем он живёт? Он живёт современностью, актуальностью. Мы стараемся следить очень за всеми новшествами. Мы приглашаем к себе на семинаре специалистов, в основном московских, санкт-петербургских, которые часто выезжают в различные большие такие мастерские, там, в Голландии, ещё где-то там, во Францию куда-то. И когда они приезжают, мы стараемся увидеть, что есть новое, а потом это новое переломить так, чтобы это было доступно детям. Ну, а потом мы работаем очень хорошо с режиссёрами. С нами они любят работать. 9 мая у нас. Потому что мы можем быстро сделать композицию, можно хоть в площадную, хоть на сцене, под танцовку надо, значит, делаем. Ну, вообще, площадь – это наш конёк. Это наш конёк, да. Потому что нас этому просто учили когда-то. Вот. И площадь... Я очень люблю когда-то. В связи с тем, что у нас 400 детей, 400, да, масштаб. Ольга Анатольевна, Евгений Александрович, позвольте, мы с Аленой ещё раз поздравим вас с Днём работников культуры. С праздниками обязательно. Ну, конечно. И как работников Дворца Дружбы Народов губернаторский. И пусть ваши коллективы и счастливое детство, и 21 век, и все ваши коллеги будут счастливы, будут здоровы, и пусть у них всегда будет хорошее настроение, и много-много и учеников, и зрителей. Спасибо. Спасибо большое. И мы тоже поздравляем всех работников культуры, не только нашей области, всей нашей огромной страны. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, творчества, и всегда смотреть в будущее. Спасибо за встречу. Хорошего дня, друзья. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Корнилова Ольга Анатольевна и Корнилов Евгений Александрович, заслуженные работники культуры Российской Федерации, руководители ансамбля танца «Счастливое детство» и «21 век». Это «Утро с репортером». Мы продолжаем. Информативно, позитивно, но традиционно стремительно пролетели два часа утреннего эфира на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». Вновь пришла пора прощаться. Впереди насыщенный день. Да, разбавить который можно праздниками, ожидания которых сможет скрасить рабочие часы. Тогда поехали. 23 марта мировое сообщество отмечает метеорологический день. Да, в нашей стране свой профессиональный праздник, соответственно, отмечают сотрудники гидрометцентра. А еще сегодня праздник, с которым, Андрей, тебя можно поздравить, день мужской солидарности. О, ну святое дело, Ален, спасибо. И даже, я знаю почему, 23 марта также отмечается день одинаковых носков, а это как раз является одной из основных утренних проблем для некоторых мужчин. А в нашей студии праздник каждый день помогает создавать партнер программы, салон, цветы и штучки. Ну что, Ален, по-моему, теперь можно и попрощаться. Для вас сегодня работали мы, Алена Никитова. И Андрей Сафронов. Увидимся в четверг. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Будь в курсе! Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах Репортер 73 и ОТР.